МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот вы знаете, читаю комментарии в соцсетях по поводу митинга в Москве, который проходил буквально позавчера, и волосы встают дыбом, потому что какие-то удивительные вещи я читаю. Надо было мало били этих протестующих, надо было вообще убить. Один из моих коллег, некто журналист телекомпании ТВ-центр, Роман Миронов, вообще договорился до того, что надо было стрелять по людям, оказывается, ребята. И мы еще называем себя страной, победившей фашизм. Я в шоке. Просто это открытая студия. Меня зовут Александр Романенков. Здравствуйте. Представляю вам своего сегодняшнего гостя. Иван Волков, общественный деятель, один из лидеров протеста в Екатеринбурге, который, если вы помните, проходили два месяца назад, и наделали много шума, и там очень интересно складывается ситуация, по ходу эфира обо всем вам об этом расскажем. И даже человек успел уже посидеть за свои убеждения. Иван, начнем, наверное, с московских вот этих вот всех событий. И у тебя какое осталось впечатление от всего, что видел, слышал? Александр, согласен. Ощущение, мягко говоря, крайне неприятное. У нас сейчас даже критиковать уже власть опасно, даже по сути. То есть мы можем только выражать еще некоторые эмоции в виде удивления, возмущения. Я считаю, что в любой нормальной цивилизованной стране к собравшимся многотысячным митингующим вышел бы уважающий себя мэр, чиновник, а возможно и президент, коль скоро это столица нашей Родины Москва. И коль скоро там несколько десятков тысяч человек на улицах было. Очевидно, что это людей не устраивает. Он мог бы выйти и построить конструктивный диалог. Хотя бы спросить, в чем вопрос, давайте как-то его решать. Вместо этого карательная, по сути карательная правоохранительная система была включена на полную. Обыски, допросы, избиения, задержания, аресты. Понимаете, что происходит? Сейчас просто начинают массово всех задерживать лидеров, а когда лидеров обезглавили, народ все равно пошел. Понимаете? То есть это народное возмущение. Пусть даже некоторые части общества. И я с вами соглашусь, Александр, но удивляет, когда люди в комментариях пишут, надо было жестче бить. Ну, ребята, завтра у вас будет проблема, у вас заберут имущество по беспределу. За вашу гражданскую позицию мало ли что случится. Вы получите к себе такое же отношение. Пока, если мы хотим вообще построить цивилизованное общество, нам нужно поддерживать друг друга. Заметьте, люди вышли мирно, без оружия. Никто ничего не громил, не крушил. В отношении них применяется грубая физическая сила. Более того, да, если мы обратили внимание, те, кто следили за этими событиями, там, в общем, кричали довольно мирные лозунги. Пелегин, цитировали Конституцию. В их реке были что-то вроде там полиция с народом. Да, мы хотим иметь своего кандидата. То есть ничего такого, чтобы можно было, ну, наверное, какие-то экстремистские лозунги расценивать. Ну, я, по крайней мере, не услышал. Я сидел одновременно, смотрел трансляции на нескольких каналах. Я не в Москве, поэтому, да, не было меня там. Ну, хотя бы на таких митингах работать в качестве журналиста достаточно проблематично. Я сразу вам расскажу, потому что ты ничего не успеваешь, пока в одном месте где-то что-то там, за чем-то следишь. Там уже в другом произошло. Не добежать, не убежать. Потому что работать на таких мероприятиях я очень не люблю. Но, опять же, вот издалека следил, не увидел. Ничего противозаконного. Как мне показалось, единственное, кто нарушали законы, в этот раз, наверное, были наши власти. Как мне показалось. В связи с этим я хочу тебе, как человека, который в юридических вопросах разбирается, у нас же есть статья 178 в Уголовном кодексе, которая, как там правильно, удерживание власти... Узурпация власти. То есть я полагаю, что налицо у нас избыточное применение физической силы, превышение своих служебных должностных полномочий сотрудниками Росгвардии, ОМОНа, полиции. Потому что применять в пятерону одну грубую физическую силу, ломать людям ребра, ноги, разбивать голову в кровь женщинам, депутатам муниципальным. А еще остались честные депутаты. Это редкий вид, являющийся в природе почти занесенным в Красную книгу. Но такие люди еще есть. И, по сути, многие уже высказываются прямо, что произошла узурпация власти. Что прямо запрещено Конституцией и действующим Уголовным кодексом. Потому что тот режим, который сейчас сформирован в России, он, я считаю, во многом свидетельствует о том, что произошла узурпация власти. И идет разграбление, выведение ресурсов за пределы России, поражение граждан в своих гражданских правах. Я вот сейчас написал пост в Фейсбуке. И, в общем-то, достаточно объемный. И указал, что я считаю, что шаг за шагом, гаечка за гаечкой происходит лишение нас всех с вами, каждого из нас. Даже тех, кто критикует людей, которые выходят отстаивать свою гражданскую позицию. Лишение следующих прав. Право на честные выборы. Посмотрите, что происходит с выборами последние 10-15 лет. Подвозы, карусели, беспределы, подкуп избирателей, административный ресурс. Кандидатам в губернаторе дают так называемую белую метку, когда он досрочно уходит с занимаемой должности, и Крем говорит, ну ладно, временно исполняющим будешь. Я тебя перебью. 262-5651, телефон прямого эфира, код 343, звонок бесплатный. Платите только по тарифам своего оператора. Звоните, задавайте свои вопросы. Мне, моему сегодняшнему гостю, напоминаю, у нас Иван Волков сегодня общественный деятель, правозащитник, юрист в гостях, участник протестных мероприятий в городе Екатеринбурге. Человек, который успел за свои убеждения... Девять суток в спецприемнике. ...уже отбыть срок, хотя всего два месяца прошло. Вот там по горячим следам. К сожалению, интерактивного голосования у нас сегодня не будет. Что-то у нас там сломалось, поэтому просим прощения. Интерактивное голосование будет в следующий раз. Вот, кстати, уж коль скоро ты говорил, да, о губернаторах, мне вот тут тоже вот интересно, что это за история такая, чисто с юридической точки зрения. За там несколько месяцев до выборов, как правило, у нас раз снимается губернатор, назначается какой-то ИО, и вот у меня вот в этом месте всегда возникает вопрос, что значит назначается ИО? Вот смотри, губернатор уходит в отпуск, например, ИО ведь вместо него никто не назначает, его обязанности исполняет там или его заместитель, или председатель правительства, ну, в зависимости от формы управления в том или ином регионе, почему перед выборами, когда губернатор подает в отставку, вместо него назначается какой-то ИО, вот как сегодня там в Челябинской, например, области, какой-то Текслер, сняли Дубровского. Как мне кажется, его обязанности до выборов должен исполнять какой-то там его заместитель, или кто там у них обычно этим занимается. Мне кажется, что это вот чистое мошенничество в данном случае с юридической точки зрения. Или я могу ошибаться? Тут такой момент. Мы когда разбирались с этой ситуацией в 2017 году, и я баллотировался в губернатор и выдвинул свою кандидатуру, и прошел только процесс выдвижения, до регистрации, естественно, меня не допустили. По следующим причинам. Что делает действующая власть? Губернатор досрочно прекращает сам, пишет заявление, прошу меня снять досрочно, например, за три месяца до истечения полномочий, и его назначают временно исполняющим, например, вот в феврале, в марте, например, снялся Куйвышев наш, досрочно на три месяца. И он на полгода до сентября, он временно исполняющий обязанности. Получает сообщение, месседж, сообщение финансово-промышленной группы, властные люди, люди во власти, что вот эта кандидатура согласована лично президентом. Нет, это понятно. Я имею в виду, это ведь не совсем законно, насколько я понимаю. Причем незаконность, да, Александр. То есть, я тогда добился, зашел в избирательную комиссию, дал все документы, значит, стал членом избирательной комиссии в Росковской области, получил папку Куйвышева, и в законе сказаны две вещи. Если ты ушел досрочно, или если тебя сняли в связи с недоверием, на следующий выбор ты должен идти только согласие президента России. Это федеральный конституционный закон. Что сделал наш Куйвышев? Он не получил этого согласия. То есть, по сути, мы тогда дошли до Верховного суда, я прилетел в Москву, и уже в Верховном суде узнал, что второй раз в жизни меня Жириновский предал и отозвал жалобу. Потому что тогда я был представителем другого, зарегистрированного кандидата Торочина. Потому что, ну, сам я не мог идти, потому что меня не допустили до выборов. Суть в чем? То есть, муниципальный фильтр – это одна из причин или подписи вот эти. Это барьеры. То есть, прежде чем не выставить свою кандидатуру на суд общественности, народа, достойный я быть или недостоин, там, депутатом, губернатором и так далее, нужно пройти вот эти фильтры. А их пройти невозможно, потому что их может пройти только действующая власть. То есть, они ходят по кругу, а человечество развивается по спирали. Вот поэтому я и говорю, с юридической точки зрения, получается, статья 178 налицо, незаконное удержание власти, да причем еще силовое удержание власти. Уголовная конструкция, реально такая статья есть, потому что мы видим, да, сменить власть конституционным путем, то есть через выборы, не дают. Все кандидаты, которые не согласованы с властью, они под разными предлогами снимаются, или как было в Санкт-Петербурге, там вообще какой-то ужас был, там кандидатов избивали на избирательных участках, они приходили в избирательных комиссиях, я имею в виду, они приходили подавать документы, избирательная комиссия избушка на клюшку, или стоят там какие-то крепкие парни, которые просто их туда не пускают. Приезжали представители ЦИК, они с этим делать ничего не могли. То есть это вот налицо уголовная статья, и никому до этого нет дела. И хорошо, вот мы то, что наблюдали в минувшую субботу, людям не дают выдвинуть тех кандидатов, за которых они хотели бы проголосовать, и как бы там не врали, что вот там что-то с подписями напутали, мы все прекрасно понимаем, да, как там напутали. И что, ну это вообще, по-моему, тоже такая история достаточно жуликоватая, вот эти вот подписи собирать. Раньше было там либо подписи собирая, либо налог, либо выдвигаясь от партии, от парламентской вперед из песни. Сейчас, ну забраковать, не дают. И когда люди выходят, говорят, а мы хотели бы видеть своего кандидата, на них выпускать каких-то садистов с дубинками. Статья 178, на мой взгляд, я могу ошибаться. Соглашусь с вами, но я также уже в 11-й раз выдвигаю свою кандидатуру, вот сейчас в ЗАГС собрание, на выборы по моему родному округу, Роженикидзовскому. Я только по нему все годы баллотируюсь, я 15 с лишним лет пытаюсь уже, почти 16 будет, избраться нереально. Не дают, неудобен, опасен для них. Потому что за народ, за правду, за честные выборы. Соответственно, они придумывают все больше и больше припонов, барьеров. Я вынужден выдвигаться, сдавать пустые бюллетени с подписями, потому что я понимаю, что собрать их нереально, и даже если бы мы их собрали, как в Москве, их какие-то псевдоэксперты просто тупо забракуют. То есть у людей забирают последние права, которые у нас еще остались. Права на выборы, честные. То есть мы не доверяем уже ни городской мэрии нашей, ни мэру, потому что мы его не избираем, он не наш, он не из народа. Ни депутатам, которые... Он назначенный, да, его как будто бы депутаты избирают, да, а бог его знает. Я вообще не знаю, например, кто у меня в районе, или вот я сейчас проживаю, кто у меня депутат. Потому что их не видно, как они работают, как действуют. То есть эти депутаты, по сути, они в этом кругу ходят. И они, если ты во власти, ты будешь вечно во власти. А выйти на новый виток нереально. Там сейчас происходит стагнация, они боятся. Многие силовики и в Екатеринбурге, и в Москве, с кем я общался, на очень хорошем уровне, они реально говорят, что задолбал уже этот режим, эта власть, причем в разных ведомствах, в разных силовых, вплоть до тех, которые скоро называть будет нельзя. Это уровень начальников подразделений, замов. Они говорят, мы реально уже, он нас достал. И он достал, и вся эта система. Люди хотят изменений. Потому что забрали все. И скоро не останется вообще ничего. Нельзя будет выйти на пикет одиночный. Загребут, получишь 15 суток, или 10, или 10. А уже загребают. Представляете, то есть никаких прав законных у людей практически реализоваться. Не остается. То есть сиди, молчи, ниже травы, тише воды. Тише воды, ниже травы. И вообще никак не высовывайся. Бизнес гибнет. Всех заставляют идти работать в госструктуры, по сути. Никакой поддержки нет. Леса горят. Миллионы квадратных километров лесов горят. Их не тушат, потому что это типа дорого. Но не дороже, наверное, чем Миллеру, Сечену и остальным Роттенбергам платить зарплаты многомиллионные в день. А что такое горящие леса? Это смок, это уничтожение фонда лесного. Это сокрытие того, сколько уже вырубили. Возможно, да? А ведь вырубили из космоса. Уже видны пустые проплешины в Сибири и на Дальнем Востоке. Эти регионы, по сути, отдаются, сами знаете, какой стране. В итоге никто не знает, что есть закон о торах, территориях так называемого опережающего развития. А в чем опережаемость? Опережают другие страны. На 49 лет могут зайти на эту территорию. Все добытые ресурсы забирать себе платят напрямую в Москву. Губернаторам не подчиняются. Подчиняются лично Москве. И туда все засылают. Что получает народ? Ничего. Давай все-таки к ситуации в Екатеринбурге. Два месяца назад, полтора месяца назад проходили вот эти вот митинги, которые наделали много шума. Вышли на даже международный уровень. Подняли шум. И спасибо вам и нашим коллегам, кто не испугались все это дело освещать. Пришлось отступить захватчикам вот этой вот территории, которую планировали под сквер. Сейчас шумиха, насколько я понимаю, в головах людей немножечко поутихла. И все как-то об этом забыли. Но вот я, например, узнаю, что сегодня в отношении более-менее заметных каких-то активистов, я не буду говорить лидеров. Да, это люди хватали там всех подряд. И наша съемочная группа там ни один, ни два, ни три раза была. Видели просто более-менее заметного человека, узнаваемого. Хватали, засовывали в автозак. Но тогда, повторюсь, отступили. А сегодня, оказывается, в отношении этих людей заводятся какие-то дела административные. И даже, я знаю, уголовные дела заводятся. В отношении там одного парня вот завели уголовное дело. А что такое уголовное дело? Это уже не шутки. Это ты с клеймом по жизни, я уголовник. Это не на работу, на нормальную не устроится. Это просто уголовник. За что? За то, что вышел на митинг. Ну, я считаю, что это просто бредовая ситуация. Сейчас силовики, по сути, ну, дав, скажем так, паузу в 2-3 месяца, при этом юридический вопрос сквера до сих пор не закрытый. Мы подали уже третью заявку на проведение местного референдума. И будем добиваться, чтобы она была принята избирательной комиссией завтра, кстати, и передана в городскую думу. Потому что юридически ни одного документа с территорией под сквером не подписано. Ну, просто сказали какие-то. Мы не удивляемся, что те, кто высказали, что там не будет в сквере храма, завтра поставят там часовинку маленькую, а потом захватят больше. А вот эти действия силовиков, которые, ну, я считаю, отрабатывают просто команды сверху, это, возможно, месть, именно месть людей. Власть придержащих говорят, что Куйва-Шеф должен был уже министром быть федеральным, но вот эта ситуация с сквером лишила его этой должности. И эти люди, мне поступали уже месседжи от многих людей о том, что вот губернатор недоволен, что ты его там поймал, ты его унизил, никого унижения не было. Мы пошли пить кофе в кафе, встретили губернатора, я ему прямо честно задал все вопросы, ни разу не оскорбил нигде ничего, это моя гражданская оппозиция. Я считаю, так и надо делать в нормальном правом государстве. А вот месть силовиков за то, что они возбуждают дела на таких одет-пикет, который вообще-то выступал за Путина и за Единую Россию, понимаете, что он делал? То есть он был против сноса забора. И его же система наказа этого старика, который к нам приходит в Комитет спасения сквера, а мы открыты ко всем. Ну и что, что у тебя другая точка зрения политической. Мы вынуждены работать со всеми. И мы откровенно, честно говорим, да, садись, работай, если ты бы полезен для общества. Мы сейчас его пытаемся всячески защитить, потому что это просто смехотворно, когда он, представляете, газеткой ударился от университета. А мне кажется, напрасно вы пытаетесь его защитить, потому что это, наверное, может быть, было очень показательно для тех людей, которые во власти души не чают, чтобы они увидели. Ведь эта ситуация с тем же Дедом Пикетом, я просто поясню для наших зрителей, кто не знает, есть в городе Екатеринбурге такой, ну, Дед, у которого, видимо, уже какой-то там наступил старческий кризис. Он постоянно на каждом митинге, на каждом пикете, причем неважно по какому поводу пикет, он стоит все время с транспарантом «Я за Путина», там, или «Я за единую, там, за кого-то еще». То есть он всегда за действующую власть. И вот, видимо, надо было, я так понимаю, показать всем, что мы не только этих протестников наказываем. Вот, пожалуйста. И нашли вот этого вот полу-ненормального деда, которого вот решили слить таким образом. Просто хочу обратиться ко всем, прости, что перебил. Да, ребят, помните, как сказал герой фильма «Место встречи изменить нельзя»? Доведется и через тебя перешагнет. Вот как-то так, прости, что перебил. Ну, вы представляете, в чем нюанс, да? То есть дед этот взял газетку, и газеткой несколько раз, как муху по плечу хлопнул сотрудника полиции Трошина. Или Транина. В общем, суть в чем? Он написал, что он ощутил острую физическую боль, этот сотрудник полиции, бедный, несчастный. И на деда возбудили уголовное дело, ему до пяти лет светит. А он сам, кстати, бывший сотрудник милиции, когда-то работал, контузии получил, так-то мужик нормальный. Просто ввиду того, что он получил контузии, от этой же власти при этой же службе, у него некоторые есть действительно моменты. И карать таких людей, я считаю, не приемлемо, а другие общественники, которым приехали и начали у них обыска проводить... То есть, а карать других людей можно, что ли? Вообще нереально. Да, они своих же даже, условно, которые за них же выступают, карают. Никого нельзя карать, потому что люди вышли открыто, высказали честно свою позицию. Я считаю, что виновными в ситуации, повторюсь, в сквере, являются только те, кто породили эту ситуацию. Власть придержащие олигархи. Вы все их прекрасно знаете. Которые не нашли в себе силы. Даже я сказал Куйвышу упрямо. Выйдите 500 метров, выйдите из Ельцин-центра 500 метров. Дойдите до протестующих. Поговорите, успокойтесь. Из-за вас людей задерживают, избивают, закрывают. Потому что вы некомпетентны, и вы не справляетесь с занимаемыми обязанностями. Со своей должности не вышел. И судебная система, хочу пару слов сказать. К сожалению, я сам прошел через этот маховик, она просто не работает. У нас не существует нормального разделения ветвей власти, которое положено по Конституции. У нас судьи назначаются президентом пожизненно. Это ненормально. Судебная власть должна быть независима, законодательная отдельно, а исполнительная отдельно. А у нас в Конституции так и прописано. Три ветви власти, судебная, исполнительная и законодательная. И они друг от друга не зависят. То есть, грубо говоря, они друг за другом должны наблюдать, следить. Совершенно верно. По идее, именно да, когда это уже нарушение Конституции, если президент назначает судью. Или там законодательное собрание в свое время назначало судей, это опять же нарушение Конституции. Как может ни одна независима в власти назначать другую? Ну, это бред, по-моему. Совершенно согласен с вами. То есть, это полный бред. И, по сути, кто самый главный в стране? Кто один? Понятно, кто. Кто решает в ручном вопросе, вопросы экономики, свалок, мусорок, шиеса, Екатеринбурга, сквера? Ну, это не управление, это не управленец. Классный, качественный управленец. Его должно быть по минимуму видно на экране. Вот он залег на дно во время тех событий, которые в Москве были, он залег на дно. Причем в прямом смысле залег на дно. Да, там в батискафе и так далее. То есть, вы должны понимать, что человек уже должен просто понять, что он уже переродился. Это не тот человек, которого когда-то мы все поддерживали в начале 2000-х, реально. Потому что была вера, новый человек что-то изменит. Но когда он под себя Конституцию поменял, два по четыре отсидел, условно говоря, отсидел, да? Плюс поставил другого человека на четыре. Еще два по шесть себе Конституцию поменял под себя. Я все понял, как юрист, что это все. Это теперь будет наше все и будет наше навсегда. Со всеми вытекающими последствиями. Не может классный управленец лично управлять такой огромной страной в ручном режиме. Это утопия. И когда решаются вопросы с вывозом, то есть, почему в нашей огромной богатейшей стране мы так бедно живем? В нормальных странах с нефтегаза вы получаете, Александр, деньги? Хотя бы тысяч 20 долларов в год. Я все время задаю вопрос. В 2007 году приватизировали ЮКОС. Я все еще спрашиваю, где мои 15 сантиметров трубы ЮКОСа? Его же вроде национализировали, говорю, приватизировали. Его национализировали, то есть отдали нам. Мне все еще интересно, и хочу задать этот вопрос нашим чиновникам. Можно мне узнать, где мои 15 сантиметров трубы того ЮКОСа? Куда они делись? Прости, что перебил. И тем не менее, какой ты видишь перспективу дальнейшую? Перспективу дальнейшую я вижу в том, что нужно вернуть те попранные нами права. Право на неприкосновенность частной жизни. Право на свободные СМИ, как ваши. Когда людям доводят информацию, не только удобных, но и неудобных. Те, кто, скажем, инако мыслят, по-другому мыслят. Право на свободные честные выборы. Право на независимую, объективную, беспристрастную судебную систему. Это основополагающие вещи, которые должны быть. А каким будущее я вижу и России? Я задался вопросом сегодня. А как мы будем жить, когда уйдет этот режим? А он уйдет, безусловно, и уже очень скоро. Что будет происходить? Как будет жить страна? Что будет с народом? Как вернуть те триллионы долларов, которые за 20 лет они вывели за рубеж, построив там все коттеджи, яхты, обеспечивающие? Как это все оттуда вывезти и погрузить в экономику России? Как сделать так, чтобы мы получали по 20 тысяч долларов каждый, каждый из нас по 20 тысяч долларов? И это реально, как в других странах. Почему по 20 тысяч? К примеру, экономики считали примерно. То есть реально можно получать 20 тысяч долларов в год или соответствующие деньги в рублях. Эти же деньги уйдут в экономику России. На жилье, на ипотеку, на малый бизнес, на здравоохранение, на все. Это будут наши с вами ресурсы. Пока это все выводит, сами знаете куда. То есть нельзя сидеть на диване, это касается каждого из вас. Если вы думаете, что вы сидитесь на диване, это уже не пройдет. Нужны основные 4 вещи, которые я считаю. Это реформа власти в целом, реформа судебной системы, реформа, значит, правоохранительной системы и реформа гражданского общества. Ну и безусловно, из реформы гражданского общества выйдет реформа местного самоуправления. Это пятая вещь, которая была бы очень желательна. Потому что мы не то, что управлять государством не можем, никак вообще. Мы вот мы с вами, мы даже на местном уровне, у нас нет своего депутата, своего честного, порядочного, ответственного. Нет своего мэра, не выбираем. Мы никак не можем даже районные вопросы решить. И пока мы будем отлеживаться на диванах и говорить, да бейте там этих протестующих, что они там вышли. Ну вы так и будете сидеть, не заметите. Даже вот мне бы лет 15 назад сказали, кто-нибудь ясновидящий какой-нибудь или там пророк, показал бы будущее, вот Россия будет так же. Я в жизнь бы не поверил. В жизни бы не поверил, что мы будем сейчас в этой точке пространства и времени жить так, как мы сейчас живем. Сейчас последние есть дни, месяцы в этом году. И в следующем может быть буквально еще, когда еще что-то можно настоять. Если в ноябре закроют интернет, все. Мы будем жить, как в фантастических утопиях Олдоса Хаксли, о дивный новый мир. И в общем-то, этот новый мир дивный будет. Вряд ли вам понравится. А ты думаешь, закроют интернет все-таки в ноябре? Потому что, по сути, сегодня интернет – это такой некий свисток для выхода пары, как вот у чайника. Есть чайники со свистками. А для выпуска пары вот сегодня, там, по крайней мере, почему народ никуда и не ходит? Я наблюдал за событиями, допустим, в Москве позавчера, и я увидел, что на улицах Москвы вышло, ну, может, 20-30-40-50, может быть, тысяч человек от силы там было. А в это время в Ютьюбе народу смотрело, ну, я насчитал, 1150 зрителей, которые сидели, на это нафигу сосерцали и смотрели. То есть, видишь, какая разница? А закрою интернет, как мне кажется, эти ведь люди на улице пойдут? Или я, может быть, что-то не понимаю, ошибаюсь? Я просто уже не верю нашей власти действующей. И если они говорят белое, то жди черного. Если они говорят, что мы делаем, независимый от Америки, там, не знаю, еще от кого-то интернет, чтобы, если нам обрубят кабель, у нас все работало. Нет, это понятно, что они этого не сделали. Это означает ущемление права. И это означает только то, что они хотят закрыть последние возможности для получения информации. Поэтому и ваш канал, слежу внимательно за тем, что происходило у вас, и другие независимые СМИ получают вот эти неблагоприятные административные дела, протоколы, давление, и они пытаются последние СМИ задушить. Я так считаю. Но вряд ли это удастся сделать, потому что что такое забор и люди? В сквере. То есть, когда люди видят барьер, вся энергия направлена на то, чтобы его преодолеть. Чем больше барьера власть создает перед народом, тем сильнее волна, которая должна снести этот барьер. И если до власть придержащих не доходит, что осталось-то вам немножко еще сидеть в теплых мягких креслах, поверьте, что, ну, они очень боятся, кстати, в Кремле и в других. Многие могут не поверить этому, но есть люди, которые информацию нам дают, они реально не знают, что делать. А август месяц всегда очень опасный для России был. Впереди август. Соответственно, очень бы не хотелось кровавых сценариев, но власть сама их порождает, сама избивает народ, сама не может найти в себе силу духа и воли, выйти к людям и сказать, ребята, давайте договариваться, заходите, избирайтесь, влияйте на ситуацию. Я тебе больше скажу, какая сила духа, воли, я вот наблюдал, смотри, это не единственная напасть, то, что произошло в выходы в Москве. Действительно, Сибирь горит. Тысячи гектаров леса, гибнет все живое, нарушается экосистема, то есть это еще непонятно какие последствия, вот сегодня мне прислали фотографию из космоса, там прям видно, как она горит. Сибирь, Сибирский лес, Дальний Восток опять под водой, то есть снова там разлился этот амур, там люди несут, что такое у тебя дом затопило по самую крышу, это все, это ты потерял все, что было. То есть это тысячи и тысячи людей, попавших в очень неблагоприятную ситуацию, кого-то в Москве там дубинками лупят, а я смотрю, что делает наш президент. А наш президент один день погружается в батискафе на дно этого финского залива, а на следующий день празднует день ВМФ. Японские говорят, что есть что праздновать, что ли? Люди, есть что, я не понимаю, почему люди вот этого никак не поймут, но это по-моему очевидно. Инерция мышления, и люди русские очень терпеливые, но я считаю и вообще российские. У нас очень много наций, вот сейчас пытались тут мусульман в Екатеринбурге как-то присунуть, вот очень не рекомендую, госпожа, местные власти, придержащие, очень рекомендую. Это вам не православные христиане терпеливые, да, это другие люди совсем, мало не покажется. Поэтому давайте так, чтобы все-таки вы услышали, что мы никакие не революционеры в чистом виде, да, нам не нужны крови и гражданских войн, мы хотим мирных, но поступательных изменений. Однако вы сейчас делаете все для того, чтобы эти изменения были не мирные и не поступательные. Это моя точка зрения. Спасибо большое. У нас, к сожалению, время эфира подошло к концу. Спасибо тебе, Иван. Надеюсь, не последний раз. Держи в курсе, что происходит. Это была открытая студия. Это был Иван Волков, один из лидеров народного протеста. Скажем так, неважно, что он из города Екатеринбурга. Что-то мне подсказывает, что в любом другом городе он окажется, он тоже не останется в стороне. Спасибо большое. Приходи. Ну, а мы увидимся, услышимся очень скоро, через неделю. Все, пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»